Валерий Седов Итоги трехдневного марафона выборов президента РФ подведены. Определен победитель. Им стал Владимир Путин. Кроме Владимира Путина в президентской гонке участвовало три кандидата. Николай Харитонов из КПРФ, Леонид Слуцкий ЛДПР и Владислав Дованков. Партия «Новые люди». Выборы президента России 2024 года стали рекордными для Рязанской области по многим показателям. Как отметил председатель регионального избиркома Дмитрий Боков, в этом году на избирательных участках было рекордное количество КАИБов. А также с максимального числа УИКов велась онлайн-видеотрансляция. По его словам, явка тоже побила все рекорды. В 2018 году явка была 65%. В этом году почти достигла 80%. Явка 75-77, да. Мы пишем всегда у нас, что предварительные результаты. После обработки 100% протоколов итоги по стране такие. Путин 87,28%. Харитонов 4,31%. Дованков 3,85%. Слуцкий 3,2%. Секретарь Рязанского избиркома привел проценты по итогам выборов в нашем регионе. Если мы берем по кандидатам. Дованков. Он получил, как я сказал, 24,922 голоса, что составляет 3,76. Владимир Путин получил 580,170 голосов, что составляет 87,93. Слуцкий набрал 17,551 голоса, что составляет 2,65. Меньше 3% голосов. Поэтому на следующих выборах, если партии будут видеть кандидаты, значит, по эфирному времени у них проблемы вводят. И, значит, Харитонов Николай Михайлович набрал 28,376 голосов, что составляет 4,29. Активно работали и избирательные комиссии всех уровней. Они включились в процесс задолго до выборов. С момента старта проекта Inform Week, в рамках которого проходил подобный обход избирателей. Охватить удалось порядка 99% адресов. Как итог, выборы признаны легитимными всеми участниками избирательного процесса. Выразить свою гражданскую позицию пришел и губернатор Рязанской области Павел Малков. Он проголосовал в воскресенье 17 марта, посетив участок номер 1023, расположенный в школе номер 7. В этом году явка избирателей в нашем регионе превысила 70%. Глава Рязанской области тоже проголосовал на выборах президента в минувшее воскресенье. Он отметил, что мероприятие прошло в соответствии с законом и без существенных происшествий. Во-первых, я всегда участвую в выборах. Считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что действительно мы все должны делать. Любого уровня, любые выборы, если они проходят на нашей территории, всегда надо выбрать время и сходить отдать свой голос. Но выборы президента – это вообще выбор будущего нашей страны, основной выбор, который мы можем сделать. Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать для того, чтобы уверенно смотреть будущее. На избирательных участках также выбирали объекты благоустройства на следующий год. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие и в нем. Отдав свой голос за преображение Центрального парка культуры и отдыха. Выбрать территорию, голосуем. Октябрьский район, Центральный парк культуры и отдыха. Все верно. Проголосовая. Все, ваш голос принял. Спасибо большое. Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах, проектах, везде все источники возможно использовать. И один из таких серьезных источников – это федеральная программа формирования комфортной городской среды. В этом году очень активно проходит голосование по выбору объектов для благоустройства в следующем году. И у нас вот здесь можно увидеть представленный по трем районам целый список различных объектов. В этом году пока у нас лидирует Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк, некоторые другие объекты. Не буду, наверное, озвучивать все. Всероссийская программа благоустройства проходит уже не первый год. В 2023-м благодаря инициативе преобразились лесопарк и Черезовские пруды. Какие места нашего города благоустроят в следующем году – решит мнение народа. На избирательный участок пришла и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова. Для нее это стало доброй традицией. Притом в этот раз она пришла вместе с внучкой. Ведь та голосовала в первый раз. На избирательный участок Татьяна Панфилова пришла в первый же день выборов 15 марта. После стандартного алгоритма – отметка в журнале и выдача бюллетеня – в кабинку для голосования. И вот голос отдан. Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отметила, что в эти дни важен каждый голос. Она добавила, что только сплотившись можно сделать осознанный выбор. В эти дни мы всей страной определяем путь, по которому будем идти ближайшие десятилетия. Мы делаем важнейший выбор, который решает будущее нашей страны, великой страны. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. Вместе с Татьяной Панфиловой избирательный участок посетила и ее внучка Варвара. Девушка голосует впервые. Я сегодня принимаю участие в голосовании первый раз. Немного волнуюсь, но вместе с тем и горжусь тем, что вношу свой небольшой вклад в развитие своей страны. Уверена, что участие в выборах – это не просто право, но и долг каждого гражданина, что будущее действительно зависит от каждого. На память о важном событии ей вручили специальный диплом. Такой, кстати, вручают всем молодым избирателям, которые приходят исполнить свой конституционный долг впервые. Дорога Андреевна, мы вас поздравляем всем, что вы начали выполнять свой гражданский долг. Детей, что в жизни у вас будет много таких важных и перспективных моментов, которые вы несете вклад в развитие региона, страны. Всего самого доброго. И вот подарок Центральной избирательной комиссии, от Территориальной избирательной комиссии и как Председатель Схолы избирательной комиссии 10-20 я присоединяюсь. Спасибо большое. Поздравляем вас. А это вам. Спасибо. Традиция поощрять тех, кто голосует впервые, существует уже давно. В этом году памятные сувениры – это наручная флешка на 8 гигабайт и диплом. Стоит отметить, что на избирательных участках региона впервые голосовали около 7 тысяч рязанцев. Кажется, что протекающие по весне крыши явление в домах отнюдь не новое. Жильцы жалуются на бездействие управляющих компаний. Та, в свою очередь, может сказать, что делает все, что в их силах. В общем, в таких ситуациях доходит порой до суда. Но есть и уникальные случаи. Об одном из таких расскажем далее. Вот все текло. Здесь вот все текло. Здесь вот с потолка. Текло и по проводке, и по двери. В общем, залило, говорит Александр Грачев. Хорошо, естественно, в кавычках. Живет мужчина на последнем девятом этаже. И по логике должна течь с крыши холодная вода. А нет, вспоминает Александр. Текло в октябре прошлого года. И вода тогда была горячая. Аж пар шел. А управляющая компания на ситуацию, говорит, не отреагировала. В акте залития сказано, что причиной залива явился внезапный порыв трубы горячего водоснабжения на чердаке дома. Управляющие компании, кстати, наоборот. Говорят, что на вызов отреагировали. В день залития приняли временную меру, поставили хомут. На следующий рабочий день заменили часть трубы. А в этом году произошел новый инцидент. Вновь залили. В этот раз действительно протекла крыша. Управляющая компания не реагирует на его просьбы устранить данную проблему. Всю ответственность управляющая компания перемещает и передает капитальному ремонту. Хотя мы понимаем, что ответственность за крышу и за залитие именно перед собственниками жилья всю несет управляющая компания. В связи с чем мы обратились с иском в суд о залитии и сейчас рассматриваем его в суде. В управляющей же компании говорят, что наоборот на проблему реагируют. И в ситуации с крышей тоже. Дескать, часть крыши отлили. На микрочердаке лотки поставили. Теперь вода течет сразу в ливневую канализацию. И добавляют, что мера временная. Ремонт кровли запланирован на середину весны и начало лета. Однако до ремонта еще далеко. Адвокаты говорят, что мужчина в данной ситуации поступил правильно. Как минимум потребовал акты о залитии. В данном случае необходимо требовать с управляющей компанией акта о залитии. Если акта о залитии управляющая компания не хочет предоставлять, то необходимо обратиться с жалобой в жилищную инспекцию. Либо вы сразу можете обратиться к юристам и экспертам, которые помогут вам оформить и составить экспертное заключение, в котором будет определена самая главная причина, а также площадь залития. Ситуация складывается интересно. В управляющей компании нашей съемочной группе сказали, что на самом деле пенсионеру они компенсацию предложили. Только вот сумма его не устроила. Мужчины считают, что залитие произошло на куда большую сумму. Стороны рассудит судебно-товароведческая экспертиза, которая пройдет 15 апреля и определит сумму ущерба. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. Выставка продажи икра и рыба Камчатская снова в Рязани. Рыба 35 видов и красная икра высочайшего качества и непредизойденного вкуса, по словам продавцов, возле торгового центра «Круиз» до 23 марта включительно. Выставка продажи икра и рыба Камчатская радует жителей нашего города морепродуктами премиального качества уже не первый год. Постоянные покупатели конкретно знают, зачем идут. Это ассортимент из 35 видов морской рыбы, среди которых палтус, тунец, белорыбец и чавыча. Приготовлена рыба разными способами – холодного и горячего копчения, слабосоленая. Найти кусочек для себя сможет каждый. Тем более, что продавцы дают попробовать продукцию перед покупкой. С этой недели стартовал Великий пост. В нашей стране соблюдают его очень многие – и мужчины, и женщины. Меню поста предполагает исключение мяса, а вот морепродукты употреблять в пищу можно. В этот период белок и витамины, содержащиеся в морской рыбе, поддержат организм и так ослабленный после зимы. И тем, кто пост не соблюдает рыбы в весенний период авитаминоза, рекомендуется настоятельно. Я первый раз покупаю. Какие морепродукты любите в целом? Да я все морепродукты очень люблю. Пастите, если нет? Или так просто? Нет, нет, я болею, мне паститься нельзя, моя хорошая. А рыбка полезна? А рыбка полезна, потому что вот будет у меня скоро юбилей, поэтому… Здесь же можно купить красную икру, вкусную, свежую, на развес. Выставка продажи икра и рыба «Камчатская» возле торгового центра «Круиз» будет работать всю неделю до 23 марта включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 18 по 23 марта у входа в ТЦ «Куиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова